Война. День 122. Ситуация на фронтах. Воздух. Сегодня ночью по Украине был нанесён массированный ракетный удар. В основном по военным объектам в Житомирской, Черниговской, Киевской и Львовской областях. Часть ракет была сбита, а урон от попавших неизвестен. Российские самолёты запускали ракеты в том числе из территории Беларуси. Восток. Харьков и Пригороды подвергаются обстрелами. Ракеты по Харькову запускаются с Белграда. На земле россияне предприняли атаку в направлении Уд, но она была отражена. Южнее, в районе Изюма, бои всё там же. Богородичная, Долина и Краснополье подвергаются российским атакам и обстрелам, но продвинуться там у них не получилось. В Сватово был уничтожен очередной российский склад боеприпасов. За последнюю неделю подобные события участились. Быть может, это как-то связано с прибытием Хаймарс в Украину. По состоянию на вчерашний день, основные украинские силы отошли от завода Азот. А рейргарды, кажется, всё ещё держат плацдарм с южной стороны Северодонецка и Воронова. И прикрывают организованное отступление. Выход лежит через Лисичанск, потом на Белогоровку, на Сребрянку, а потом на Северск. Отряды Вагнера достигли в Овчаяровке и рвутся к Верхнекаменке, а сепаратисты уже у Белой горы и южных окраин Лисичанска. Именно эти события и отступление украинских сил из Золотого и Ташковки стали поводом отхода из Северодонецка, дабы в дальнейшем не попасть в окружение, если россиянам удастся пройти дальше. Тут Дворников сосредоточил большую силу до 20 батальона тактических групп, четверть из которых танковые, и действуют два эшелона, непрерывно атакуя украинские позиции. Россияне утверждают, что окружили 2000 украинских солдат в районе Золотого Горского. Однако, как уже сообщалось ранее, никаких доказательств этого нет, кроме схемок российских пропагандистов, вроде тех, на которых рисовались F-16 у острова Змеиный. И всё говорит о том, что ЗСУ организованно отступили. Ситуация весьма далека от сценариев конца света, которые некоторые распространяют. Прежде всего, имейте в виду общую картину. Всё это происходит в секторе примерно 15 на 6 километров, при линии фронта протяжённостью более 1000 километров. И в целом, Северодонецкая операция остаётся успешной для ЗСУ. Вторая по силе армия мира уже к настоящему времени потерпела такое истощение, что ни на что другое не оказывается способной, кроме как на артиллерийскую поддержку путинских наёмников для создания совсем крохотных клешонок. А вспомните, какой размах был в начале. Поэтому организованный отход украинских сил с постепенным изматыванием российских войск в их наступлениях вполне логичный и правильный ход против превосходящего по силе противника. Несмотря на захват Николаевки ранее, продвинуться дальше к трассе Т-1302 у россиян не вышло. В направлении Бахмута российские войска атакуют Покровское, и удалось продвинуться на 1 километр к вершине. Авдеевку продолжают обстреливать. Также российские войска предпринимают попытки откружить город со стороны Красногоровки. На южном фланге сообщается о обстрелах, а также о освобождении Новомайорске. Юг Россияне предприняли контратаку в районе Высокополье, на севере Херсонской области. А в сети появилось видео, где украинские военные говорят, что якобы входят в Херсон. Но никаких подтверждений этому нет, поэтому лучше всё же дождаться официальной информации. Напомню, что я не придумываю новости, а лишь собираю имеющиеся, концентрируя их в сжатый формат, дабы вам не приходилось весь день проводить в мониторинге новостей. Если информация не подтверждена, я об этом говорю. У меня нет инсайдов в Генштабе, Пентагоне или Кремле. Всё, что я тут рассказываю, можно найти в открытых источниках. Также прошу относиться с пониманием, если я не сообщил о какой-то мега важной новости, которая случилась за 5 минут до вашего просмотра. Посмотрите, быть может видео вышло несколько часов назад, до этой важнейшей новости. И ещё отнимите 5 часов, которые требуются на создание видео. Все эти видео с надписью а-ля «5 минут назад что-то там супер случилось такое важное» это полное враньё, начиная с обложки. Видео за 5 минут создать невозможно. Спасибо за просмотр.